В этом доме многое можно сделать своими руками. Проект открытых столярных мастерских в Самару привезли из столицы. Здесь любой желающий может научиться сверлить, пилить и мастерить деревянную мебель. Люди приходят, могут собрать собственное кресло и унести его с собой, поставить во дворе или поставить на набережной. Когда приносишь в дом или во двор что-то, сделанное своими руками, оно ценится намного больше, нежели купленное где-то в магазине. Удмуртский уголок с традиционной кухней, причудливые качели с видом на Волгу, стенды, где любой желающий может оставить автограф, праздничный концерт. Лишь малая часть того, чем встретил жителей фестиваль набережных. Здесь же выставка, сделанная руками юных самарцев. Я собрал машину кваса, которая ездит и выливает квас. Вот по этой, по трубке, стекает квас и можно поворачивать в какую-то сторону. Детям очень интересно. И взрослые тоже. Мы все с удовольствием собирали из деревянных фигур разные штуки, конструкторы. Дальше смотрели балет, танго. Очень здорово, интересно. В этом году на Самарской набережной соорудили 25 площадок проекта мастеров из Чебоксар, Нижнего Новгорода, Петербурга. Приехали даже гости из Китая. Прошлогодний «Волгофест» организаторы называют репетицией. Полноценный фестиваль сейчас. Мы сделали несколько уникальных смотровых площадок, которые находятся сейчас на набережной и пользуются популярностью. Одна из них – лабиринт на пляже. Паблик-арт программа объектов, взаимодействующих с ветром. Привезли очень большие воздушные объекты до 40 метров в длину. На площадках «Волгофеста» побывали и первые лица региона. Мнение жителей о празднике выслушал губернатор Николай Меркушкин. Он пообщался и с гостями из других городов. Люди рассказали о своей малой родине и отметили позитивные изменения в Самаре. «Очень нравится город. Я там часто на праздниках бываю, мне рассказывают снафи, как там все красиво, интересно, все организовано. Мне это очень нравится. Хорошо, что и здесь так стало. «Встало уже?» «Да, стало. А мне кажется, еще не стало. Нет, нет. Я уже замечаю много больших хороших перемен. Очень хорошо, что появляются такие в городе праздники, которые могут собрать большое количество народа, которые могут и разрядиться, и какой-то заряд бодрости получить. То есть это очень-очень здорово, что есть такая традиция, и я считаю, что она должна повторяться и укрепляться в нашем городе». «Тем более возможности у города большие очереди». «Да, да, да». «Гуляния на берегу Волги продолжались два дня. За это время здесь побывали более 50 тысяч человек». «В этом году Волгафест расположился только на второй очереди набережной. На следующей обещают задействовать и первую. Площадок будет больше, их оборудуют и на самой набережной, и на пляже. Возможно, задействуют даже острова». Алина Чемерис, Максим Гусев, События.